Природа жестоко подшутила над хозяйкой этого дома. Разбушевавшаяся стихия принесла дополнительные проблемы в ветхий старый домик. Здесь Раиса Кондратьевна прожила всю жизнь и с возрастом стало все сложнее поддерживать его нормальное состояние и ухаживать за двором. Тем более, что вот уже несколько лет женщина проживает одна. Вчера упало у меня дерево. И оно все это на крышу. Я вызвала МЧС. Мы приехали. То, что было на крыше, они все спилили, большие чурки, и покидали мне вот этот весь проход. Здесь весь проход. Я цыплят не могу накормить. Эти чурки очень тяжелые. Я не могу их поднять, даже сдвинуть не могу. Мне 80 лет. Это ну разве так можно относиться? Я умоляла, плакала. Говорю, уберите, пожалуйста, с дороги хоть. Это не наша работа. И все. Бригада спасателей отреагировала оперативно, потрудились тоже на совесть. Огромные ветки спилили, но оставили их там же, где они упали. На крыше небольшого птичника, на проходе в огород, на самих грядках. Убрать это все самостоятельно 80-летней женщине просто не под силу физически. А помочь-то оказалось и некому. А родственников, близких никого нет? Да нету никого. То есть помочь вам некому? Я бы, конечно, я хотела, чтобы люди помогли. Бесполезно уговаривать. За деньги никто не хочет работать сейчас. Вообще не хотят работать. Абсолютно прям. Я хотела. Что теперь с огородом, с урожаем? Все, пожалуйста, все. Урожая нет. Все сломались. Все поломало. Звонки в горы Кемат также не дали результата. Операторы на линии 109 заверяют, что заявка направлена в отдел ЖКХ. Но о конкретных сроках оказания срочной помощи именно такого характера никто не говорит. Вы поймите, мы же на телефонах операторы, мы им передали вашу проблему. Они на исполнение ее взяли. Также затруднились ответить и в самом городе ли. Чиновники ссылаются на отсутствие закрепленной организации по саночистке. Конкурс на госзаказ почему-то не был проведен заранее. И когда определится ответственная организация, неизвестно. В настоящее время установлено, что опасности нет. Спасатели устранили угрозу. Что касается вывоза с пила, то подрядная организация еще не определена. Проходит тендер по саночистке. В порядке исключения, помощь за счет государства можно будет оказать, но лишь после завершения конкурса. Также напомним, что уборка частной территории не входит в обязанности государственных структур. Единственная надежда в такой ситуации, впрочем, как обычно, на волонтеров или просто сочувствующих граждан. Желающие оказать добровольную помощь могут навестить Раису Кондратьевну в любое время дня по адресу Заводская 64. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».